Добро пожаловать на WatchMojo! Добро пожаловать на WatchMojo! Рассел Кроу – опасный преступник, за голову которого власти готовы платить хорошие деньги. Кристиан Бэйл, владелец ранчо, слишком бедный, чтобы отказываться от денег, каким бы опасным ни было поручение. В условиях Дикого Запада, где у каждого есть щита, которые нужно свести, и оружие, чтобы это сделать, их путешествие далеко не из легких. Как и многие современные вестерны, фильм не привлек того внимания, которого заслуживает, но благодаря касту и куче шестизарядного экшена, Пояс на Юму – это фантастическое возвращение к ушедшей эпохе. Другой современный взгляд на Олдскул – это экшен времен Холодной войны о паре элитных шпионов, противоборствующих лагерей, вынужденных работать вместе. Конечно, когда агенты уровня Генри Кевилла и армии Хамми расходятся нос к носу, они могут сравнять с землей целые городские кварталы, пробивая путь через Италию. Даже когда они не мутузят друг друга, постоянные перепалки между этой чудаковатой парочкой и демонстрацией превосходства друг над другом превращают агенты Анкл в настоящий эпик. Особенно, учитывая актеров второго плана – Алисию Викандер, Элизабет Деббеке, Джареда Харрис и Хью Гранта. Номер 8. Иллюзия убийства Жанр боевика переполнен шаблонами и клише, но это создает много возможностей для таких фильмов, чтобы перевернуть все с ног на голову. Роланд Тайлер – эксперт по спецэффектам, увязший в малобюджетных кровавых трошняках. Однако, все меняется, когда Министерство юстиции предлагает ему толстую пачку денег, чтобы помочь сымитировать убийство информатора мафии, чтобы тот мог скрыться. Однако, после хитрого обмана Тайлер оказывается в середине своего собственного фильма категории «Б», где пули и кровь слишком реальны. Фильм получил хорошие оценки критиков за умный подход к жанру, но так и не нашел публику, которую он заслуживал. Номер 7. Нокаут Стивен Содерберг в значительной степени доказал, что может создать хладнокровную классику в любом жанре, от трогательных историй о стриптизерах до устрашающе точных прогнозов пандемии и спортивных драм, снятых полностью на айфон. Так что, когда он решает снять беспощадный боевик, ты знаешь, что будет бомба. Звезда ММА Джина Карана привносит свои невероятные таланты в эту историю о бывшем оперативнике спецназа движимым местью. Мы, наверное, никогда не поймем, как фильм, в котором Карана озвездюливает ребят вроде Ченнинга Татума, Юэна МакГрегора и Майкла Фассбендера, не стал хитом. Тем не менее, это один из самых крутых боевиков за последние годы. Номер 6. Пристрели их. Боевики, как и все кино, находятся в постоянном диалоге с самими собой, поскольку новые фильмы повторно используют, смешивают и разрушают то, что было раньше. Во время просмотра круто сваренных Джона Ву, Майкл Дэвис был настолько поражен сценой, в которой герой принимает участие в перестрелке, защищая ребенка, что решил построить вокруг нее совершенно новый фильм. В результате, крутой бродяга в исполнении Клайва Оуэна объединился с проституткой с золотым сердцем в исполнении Моники Белуччи, чтобы защитить младенца от бригад убийц и приспешников во главе с Полом Джиаматти. Его напористый, полный экшена стиль зашел не всем. Но для поклонников хорошего огнестрельного экшена этот фильм обязателен к просмотру. Номер 5. Сокровище Амазонки В 2003-м Скала все еще пытался покорить Голливуд такими фильмами, как Сокровище Амазонки. Тут он в роли охотника за головами, который едет в Бразилию для последнего дела. Используя навыки Скалы из WWE, Сокровище Амазонки может похвастаться поистине потрясающими боевыми сценами и демонстрирует зачатки юмора и харизмы, которые однажды сделают Скалу чистым кассовым золотом. К сожалению, в 2003-м этого не произошло, и фильму не удалось окупиться. Но это делает его еще более интересным в ретроспективе. Номер 4. Козырные тузы Как и в фильмах ужасов, самое замечательное в боевиках то, что их касты часто являются смесью из восходящих звезд, суперзвезд и вовсе не актеров. Козырные тузы – один из лучших тому примеров, объединив всех подряд. Рэя Лиоту, Бена Аффлека, Криса Пайна и Райана Рейнольдса и даже Коман с Алисией Киз. Зачем? Для доброй олдскульной охоты за головами. Информатор, за голову которого платят 1 миллион долларов и целая куча киллеров, идущих по его следу. Вот и весь сюжет, который действительно нужен фильму, чтобы создать захватывающую серию высокооктановых столкновений. Стоит заценить из-за целой кучи крутейших сцен. Номер 3. Скалолаз Когда на вашем счету уже есть один из самых любимых боевиков всех времен, другие ваши потуги могут пройти незамеченными. Хотя, возможно, это и не была такая титаническая франшиза, как Рокки или Рэмбо, но в скалолазе Слая Сталлоне есть много чего, за что его стоит порекомендовать. Это и сумасшедший план ограбления, связанный со скалолазанием, и Джон Литгоу, играющий психотического британского криминального авторитета, и несколько отличных сцен от маэстро боевиков Ренни Харлина. Весь фильм – глуповатый боевиковый бабах, и звездной силы Сталлоне в то время было достаточно, чтобы сделать его коммерческим хитом, но с тех пор о нем, похоже, немного забыли. Номер 2. Последний киногерой Подобно иллюзии убийства, но немного более семейной, последний киногерой использует неписанные правила, образы и клише боевиков, чтобы обеспечить умную деконструкцию жанра, снабдив это все экшном. Когда маленький мальчик попадает в фильм Арнольда Шварценеггера, мускулистый суперкоп – единственный, кто может его спасти. По сути, это фильм Шварца о фильмах Шварца. Последний киногерой способен затронуть самые глупые аспекты боевика 80-х, одновременно выступая в качестве искренней дани уважения. В то время он не получил поддержки ни у критиков, ни у публики, однако он достоин внимания. А прежде чем мы представим нашего лидера, вот еще несколько достойных упоминаний. Битва у Красной Скалы. Эпическое напоминание о том, что Джон Ву по-прежнему один из величайших создателей боевиков в истории. Раскаты грома. Мрачная, кровавая история о ярком возвращении вьетнамского ветерана домой. Рикошет. Криминальная история о месте, которая приводит в шокирующе темные места. Город в огне. Чоу Юнь Фат стал звездой в этом триллере. Схватка. Лиам Нисан бьется с волками. Вот и все. Говорят, если не подписаться на этот канал и не поставить колокольчик, то однажды вы окажетесь забытыми и недооцененными, как и эти фильмы. Мы бы не советовали так рисковать. Номер один. Грань будущего. День сурка. Классический фильм, в котором Билл Мюррей снова и снова переживает один и тот же день. Но знаете, чего не было в Дне сурка? Мехов, сражающихся со странными инопланетянами, похожими на кальмаров, в битве за выживание человечества. Вот чего. К счастью, Грань будущего исправит эту оплошность. Том Круз играет незадачливого специалиста по связям со СМИ, который оказывается на передовой вместе со знаменитой суперсолдатшей в исполнении Эмили Блант. Каждый раз, когда Круз умирает, день обнуляется, давая паре шанс найти способ положить конец войне. Грань будущего – это один из лучших боевиков последнего десятилетия. С крутейшим экшеном и аллюзией на Вторую мировую в сочетании с научно-фантастическим оружием. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!